В прошлой девятой серии линейки Galaxy Samsung внедрили в свои мобильные камеры изменяемую диафрагму. На тот момент к этому нововведению многие отнеслись скептически, но в общем-то я, попользовавшись год, могу точно сказать, что это нововведение не было лишним уж как минимум, потому что камера стала более гибкой и в тех или иных сценариях, в зависимости от освещения, можно было, играя этим параметром, получать действительно очень классные кадры. Samsung не изменяет себе и на этот раз в десятой серии они добавили широкоугольную камеру. Это в общем-то не новый тренд на рынке, те же самые LG, они уже не первый год используют ширик в своих флагманах, тем не менее попользовался десяткой, сделал какие-то сравнительные тесты, поделал фотографии, видеосъемку и хотел бы поделиться в сравнении, что нам все-таки показали Samsung в этом направлении. И прежде чем перейти к ширику, хочу начать с других сценариев работы камеры на примере бытовой съемки, говоря по-простому из кармана, без фильтров, цветокоррекции и всего остального, сведя этот ролик, который будете смотреть из исходников, как они есть. И первая опция, которую хочу рассмотреть, это так называемый живой фокус, который, в отличие от предыдущей серии, обзавелся несколькими вариантами визуализации размытия, а также черно-белой картинкой, отрезанной от фокусируемого объекта. Реализовано в целом неплохо, но ошибки все-таки встречаются. Особенно заметно на черно-белом фоне, вот если присмотреться, видно. С обычным размытием камеры и ПО справляются, конечно, лучше, и здесь трудно придраться к основной массе кадров. Получаются они действительно очень неплохо, собственно, как и на предыдущей серии. Интересно, но прошлогодний Galaxy S9 в этой же сцене, в обычном режиме размытия, не сделал никаких ошибок и даже немножечко лучше передал цвета. Получилось более-менее естественнее. Ну, если отталкиваться от того, что я видел глазами и что действительно получилось в итоге. В автоматическом режиме камеры по-разному определяют сцену и условия съемки, и по-разному определяют параметры для захвата кадра. На выходе почти везде получаются разные значения ISO, выдержки, диафрагмы. На глаз качество камеры Galaxy S9 и S10 в большинстве сценариев показались почти неотличимы. Даже на большом мониторе на откалиброванной VA-матрице с 2К-разрешением с трудом улавливаю отличия. А вот действительно классная особенность, ради которой стоит присмотреться к десятке, это широкоугольная камера. Качество показалось очень достойным даже на кадрах с кучей деталей и объектов. Все выглядит хорошо и без явных косяков. Для наглядности решил сравнить с широкоуголкой от компании LG, которая одна из первых начала внедрять эту технологию в свои смартфоны. К сожалению, оппонент у меня оказался только в лице LG G6, но даже на его примере было интересно сравнить камеры этих смартфонов, и результат получился довольно интересным. По факту оказалось, что LG выдает более насыщенные и контрастные кадры, в то время как у Samsung лучше детализация, ну и на голову шире динамический диапазон. При этом LG G6 передал цвета более-менее правильно. Особенно это заметно на примере с машиной, где G6, ну, худо-бедно, выдал правильно темный оливковый цвет. В то время как у Samsung цвет получился вообще непонятно какой на кадре. Для правильности понимания цвета автомобиля вставлю пару кадров с моей Sony 6300. Ну, а дальше небольшое сравнение шириков с LG и с Samsung. С Samsung А теперь видеосъемка а-ля видеорегистратор в движении, в динамике, с разным разрешением, в бытовых таких погодных условиях. Вот так вот это выглядит. Включая режим HDR+, исходный ролик на дисплеях без поддержки воспроизведения этого формата будет выглядеть хуже обычных кадров, которые снимаются без HDR+. Но я все равно вставлю этот фрагмент в тест, но опираться на качество итоговой картинки в этом случае не стоит. Просто покажу это, чтобы понимать, как оно работает. Стабилизация в режиме Full HD работает отлично. В этом сценарии на трясущейся дороге в динамике картинка плавная и довольно качественная. В том числе цвета, динамический диапазон и так далее. Теперь пару слов о приложении камеры. Очень жаль, но в текущем видео брали возможность записывать видео в Pro режиме. Это, конечно, беда. И оставили только возможность выбирать фильтры. Причем почему-то широкий угол в стоковом варианте под названием оригинал не такой широкий, как с другими фильтрами. Непонятно почему. Как уже говорил в своем предыдущем ролике про десятку, широкий угол можно снимать только при 30 кадрах. Что Full HD, что 4K, но все равно только 30 кадров. 60 кадров он не даст включить шире. Другие опции камеры схожи с предыдущей девяткой. С добавлением некоторых опций. Все так же можно сохранять кадры в RAW, но добавили, например, функцию фото, как в видеоискателе. Или коррекция искажений. То есть немножечко, конечно, поменяли, улучшили. Некоторые сочетания функций, как и раньше, не работают. Например, те же фильтры для видеосъемки, про которые говорил чуть выше, не работают в 4K и Full HD 60 кадров. Ну, ровно как и стабилизация. В целом, если покопаться, такие ограничения есть. И я упомянул лишь те, о которых вспомнил, которые замечаю на своем опыте использования. Но если говорить в целом, то, конечно, камера стала лучше, подтянули общее качество картинки, даже несмотря на вопросы по цветам. Ну, надеюсь, с прошивками это подкорректируют. Но самое главное, появился широкий угол. И этот широкий угол действительно хорошо реализован, несмотря на небольшие вопросы по цветам. Тем не менее. К сожалению, Samsung не дали возможность снимать 60 кадров в ширике. Но я думаю, что такие апгрейды они приберегли для своих следующих флагманов. Будем ждать 10-й нот. Посмотрим, что покажет Samsung со следующими своими смартфонами. Субтитры сделал DimaTorzok